В минувший четверг, в праздника образующий день прошедших четырехсуточных микроканикул, то есть 1 мая, в день весны и труда, который всегда выходной, на новостройке на улице Ткачей 25 случилась трагедия. Один человек погиб, двое страшно изувечились, один из них аж до перелома позвоночника. Так что даже если и выживет, то вероятно останется коллегой. Первопричиной трагедией стал лифт. Да-да, вот этот вот временный технический лифт, который возит людей и грузы повдоль внешней стены. Тот, кто катался в подобных кабинах, наверняка испытывал подсознательный животный ужас. А вдруг сорвется? Ибо одно дело ехать в кабине с непрозрачными стенами внутри здания, и другое катиться на огромную высоту и сквозь сетчатую стенку наблюдать, как тебя возносит в небо. И вот 1 мая, в половине седьмого часа вечера, на строительстве этого билдинга подсознательный ужас обрушился на трех южных гастарбайтеров, которые оказались в лифте на уровне 23 этажа в компании с огромной кучей кирпичей. И вдруг трос, державший кабину, лопнул. И лифт с тремя живыми людьми полетел вниз. Даже невозможно представить, насколько страшно им было в эти несколько секунд. Можно ли в такой ситуации говорить, что рабочим повезло, но по воле небес кабина преодолела в состоянии почти свободного падения не все 23 этажа, а застряло на уровне 10-го. 1 мая, в 2014 году, примерно, в 18 часов 30 минут подшипывалось сообщение, что на строительстве объекта по адресу ТЧ-25 прошел обрыв кроссов строительного подъемного лифта для подъема грузов с 23 этажа, близо к 10 этаже. В лифте находились люди с превышенными подразделениями службы спасения Свердловской области. И федеральные подразделения службы с лифта были извлечены двое пострадавших и один погибший. Всего три человека. Там же находится под дом с кирпичами. Для того, чтобы извлечь падших бедолаг из чудом зависшей кабины, пришлось, во-первых, ее закрепить, то есть сверху привязать, а снизу подпереть толстой металлической балкой. Во-вторых, вызвать высотную МЧСовскую технику породы подъемник с люлькой. Ну, точнее говоря, это дорогостоящее устройство понадобилось только для спуска на землю погибшего 38-летнего рабочего. Двух его выживших коллег и товарищей по несчастью спасатели сумели втащить из кабины непосредственно в строящееся здание и их опустили на уровень реанимобиля по лестничным маршам. У 18-летнего гастарбайтера медики диагностировали перелом плеча, у 22-летнего рабочего перелом позвоночника и травмы внутренних органов. В 36-ю лечебницу он отъехал в критическом состоянии. В общем, шансов остаться в этом мире у него было очень немного. Что же касается их старшего, 38-летнего товарища, то он при ударе о 10 этаж упал. Судя по кровавому пятну, в нижней части кабины порвал жизненно важные органы и погиб. Так вот, для его извлечения из кабины и понадобился высотный автоподъемник. Погибший лежал вдоль дальней от здания стенки лифта. Глубоко теоретически спасатели, наверное, могли зайти в кабину, перелезть через кучу кирпичей и на руках вытащить тело. Но, сами понимаете, кабина только что по непонятной причине не санкционированно пролетела 13 этажей. Повисло непонятно почему. Подперли ее какой-то не вызывающей доверие балкой. Короче, рисковать и заходить в кабину никто не захотел, да и не было такой нужды. Вскоре подкатил подъемник, два МЧСовских спасателя доехали в люльке до 10 этажа. Болгаркой сетчатую металлическую стенку лифта перфорировали. В образовавшуюся дырку запихали широкую доску и на нее затянули безжизненное тело рабочего, ставшего жертвой производственного ЧП. Вот такая вот получилась невеселая первомайская история. Нельзя сказать, что в Международный день солидарности трудящихся трудиться это грех. Но ясно одно, для тех, кто 1 мая выходит на работу, вероятность погибнуть на рабочем месте значительно выше, чем у тех, у кого 1 мая это выходной. Понятно, что по факту гибели гастарбайтера следователь СКР совместно с контролирующими структурами проводят проверку. Выясняется, не слишком ли большую кучу кирпичей навалили рабочие, что ж трос лопнул. Не подпилил ли кто этот самый трос, такое тоже не исключается. Опрашиваются должностные лица, запрашивается документация, короче, выводы будут сделаны.